Греция Патмос Добро пожаловать на мировое влияние и на остров Патмос. Это очень красивое место. Сегодня мы поговорим об откровении, которое получил апостол Иоанн 19 веков назад. Сегодня мы рассмотрим сцену поклонения, которую Иоанн увидел на небе. Это было поклонение Агнцу Божьему, Льву Иудину. Иисусу Христу поклонялись старцы, народы, апостолы и сотни ангелов. Все они склонялись перед Ним. Я хочу, чтобы в этой программе вы задумались над тем, что значит поклоняться Иисусу как Агнцу и Льву одновременно. Мы находимся на острове Патмос. Во времена Иоанна это было не очень многолюдное место. Он находился здесь в изгнании из-за гонений в Малой Азии. Он так же, как и мы, видел эту красоту, но был вдали от своих близких. И пока он находился здесь, в полной изоляции, ему кое-что открылось. Ему открылся сам Иисус Христос. Один из образов, в котором он ему открылся, это образ Льва и Агнца. И именно сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как воспринимать нашего Бога как Льва и Агнца одновременно. Я прошу вас, оставайтесь с нами. Сегодня, прямо с острова Патмос, в Греции, мы поговорим о том, что Иисус открылся нам как Агнец и Лев одновременно здесь, на Патмосе. Агнец – самое используемое имя Бога в книге Откровения. Субтитры создавал DimaTorzok Патмос – это небольшой остров, который римляне использовали как тюрьму. Изгнание на такие острова было обычной практикой по отношению к беспокойным гражданам. Иоанны сгнали на Патмос. Наполеона отправили на Эльбу. В ЮАР – остров Робин. Использовали для изгнания таких политических деятелей, как Нельсон Манделла, а в США есть Алькатрас. Сегодня Патмос – уже давно неизолированная тюрьма. Это красивое место с вкусной греческой едой и простым образом жизни, где можно рыбачить и ходить под парусом. Также это любимое место для паломников. В 99-м году монастырь Святого Иоанна, пещера Апокалипсиса и средневековый поселок Кора были признаны мировым наследием. Пилигримы приезжают сюда, потому что в мире не так много мест, где ритуалы и обычаи Первой Церкви до сих пор соблюдаются без изменений. Я нахожусь сейчас на острове Патмос, и позади меня прекрасный пейзаж. Этот прекрасный остров был изолирован во времена Иоанна. Здесь Иоанну открылся Иисус Христос, и так появилась книга Откровения. Книга начинается с того, что Иоанн увидел Иисуса во славе. Потом Иисус обратился со словом к семи церквям Азии. А потом мы переходим к четвертой и пятой главе, которые являются одними из самых важных во всей Библии. Образы, использованные здесь, напоминают Исайю и Иезекииля. Это образы поклонения, таинственности и Божьего престола. Давайте прочитаем Откровение, четвертую главу, первой и второй стихи. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Иоанн в духе предстал перед Божьим престолом. Он увидел Бога во всей славе и величии. Над ним была радуга. Ему поклонялись люди и ангелы. А в пятой главе произошло еще кое-что. Иоанн увидел в руке сидящего на троне свиток. Он был исписан изнутри и снаружи и запечатан семью печатями. В этом свитке шла речь о судьбе человечества и о том, что должно произойти на земле. Давайте прочитаем, что сказано в пятой главе с первого по пятый стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». Никто не мог открыть эту книгу, но один из старцев сказал, что есть тот, кто может раскрыть судьбу человечества. Он — лев из колена Иудина. Этот образ взят из Иуды, одного из колен Израиля. Яков говорил Иуде, что он — львенок. И с тех пор эмблемой Иуды стал лев. Он был на флагах и гербах, и его неоднократно использовали по отношению именно к Иуде. Иуда — это, прежде всего, колено воинов. Они первыми шли в бой, они были поклонниками, и они должны были стать правящим коленом. Яков пророчествовал Иуде, что ему будет принадлежать скипетр до тех пор, пока не придет тот, кому он принадлежал вечно. Думаю, это было предсказание об Иисусе Христе. Иоанн писал, что лев из колена Иудина победил, и он откроет этот свиток. И вот Иоанн поворачивается, и в надежде увидеться льва, он видит Агнца. В Откровении сказано, и взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. То есть, книга Откровения открывает нам Иисуса, как льва и Агнца. Он — страждущий спаситель и грядущий царь. Он одновременно сын человеческий и сын Божий. Он на сто процентов Бог и человек. Он одновременно унижен и превознесен. Когда он был на земле, его гнали и били, и надели на него терновый венец. Но в Откровении он показал себя, как победителя в короне из золота и верхом на коне. Он — Агнец и Лев. Или Лев и Агнец. Этот образ был очень важен для людей еврейского происхождения. Они понимали, что Иисус представлял пасхального Агнца. Он был жертвой за наши грехи, чтобы мы были искуплены. Иисус был символом жертвы за грех на протяжении многих веков, и именно о нем говорил Иоанн Креститель. Вот идет Агнец Божий, который возьмет на себя грех мира. Иисус показан как Агнец у престола Божьего. Три важных факта об Агнце. Во-первых, Иоанн увидел Агнца во славе, и он был живой. Он сказал, «Агнец как бы заклонный». То есть он выглядел как заклонный, но был живым. Это может показаться непонятным, если вы не изучали Новый Завет, где сказано, что после воскресения Иисус был в прославленном теле, но при этом имел шрамы. Когда он впервые встретился с апостолами, то показал им свои руки и свой бок. Это был Агнец, который когда-то был заклон, а теперь он жив. Сегодня Иисус Христос сидит по правую руку от Отца, как живой Агнец. У Него остались шрамы, и когда Он ходатайствует за нас перед Отцом, то может сказать, «Я знаю, что такое жить на этой земле». Здесь люди испытывают неимоверные страдания. Здесь я был искушен во всем, кроме греха, и я победил. Именно поэтому я именуюсь Львом и Агнцем, потому что я заклон, как ягненок, чтобы искупить всех вас. И я лев, потому что я победил. Я знаю, что такое страдать. Однако он превозмог страдания и воскрес из мертвых. И сегодня он и лев, и Агнец. Оставайтесь с нами. Мы находимся на острове Патмос. Я вернусь через минуту. И мы поговорим об Иисусе, как об Агнце Божьем. Иоанн не умер, когда его окунули в кипящее масло в Римском Колизее, поэтому его изгнали на Патмос. Я выбрала ОРЮ по ряду причин. Онлайн-программа в ОРЮ является настолько гибкой, что она никак не влияет на повседневную жизнь человека. Если вы работаете днем, то вы можете учиться и выполнять задания в 10 вечера. Вся учебная программа находится в вашем переносном компьютере. Для нас это было очень важно, так как моя семья любит путешествовать. Я училась и сдала экзамен онлайн-программы «Находясь за границей». Мои преподаватели были очень отзывчивыми. Они всегда были готовы мне помочь. И они хотели, чтобы я добилась успеха. ОРЮ – это христианский университет. И кроме получения образования, он помог мне развивать мою духовную жизнь. Это удивительно. Это прекрасная программа, действительно. Очень мне помогла. Используйте свое время с умом и начните выполнять свое жизненное предназначение. Заходите на наш сайт. А сейчас один из наших экспертов расскажет о важности агнца в библейской истории. В еврейской культуре агнец связан с сельским хозяйством. Люди выращивали ягнят, и это было частью их повседневной жизни. В бытии агнец представлен в истории Каина и Авеля. Также агнец стал заменой Исаака на жертвенники, на горе Мария. Евреи должны были приходить в это место, чтобы явиться перед Господом. А пасхальный агнец – это жертва, которую вы разделяли со своей семьей. Это должен быть идеальный агнец, которого отделяли от стада. В Библии есть интересные еврейские высказывания о Пасхе. К примеру, Иисус сказал, помните, «Я искренне хочу разделить с вами этот ужин перед тем, как я буду страдать». Получается, что Пасха имела не только одно значение. Многие думают, что это только праздник, но это слово можно также произнести, как агнец. Песах означает «пасхальный агнец». Люди ходили в храм по сменам. Входила первая смена, и один человек представлял 10 или 12 человек. Он приносил агнцы, а потом возвращался домой. И они вместе его съедали, вспоминая чудо Пасхи. Иоанн Креститель сказал как-то, «Вот идет агнец Божий, который возьмет на себя грех мира». Это еврейское выражение, которое означает, что этот агнец обеспечивает прощение. Это был обещанный агнец, и многие люди напрямую связывали его с пасхальной историей. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, что Иисус был распят именно в то время, когда в храме приносили в жертву пасхального ягненка. Книга «Откровение» — это откровение о том, кто такой Иисус. Зачастую люди смотрят на книгу «Откровение» как на ту, что предсказывает будущее, и пытаются понять все еще до того, как это произойдет. Но я думаю, нужно смотреть на нее как на откровение о том, что Иисус — это агнец и лев Иудин, который исполнил все пророчества из еврейского священного писания, нужно смотреть на пришествие Христа и исполнение всей книги «Откровение». Там есть только один человек, достойный внимания, в котором нет ни пятна, ни порока. Именно он — символ пасхального агнца и святости, которые с ним ассоциируются. Пасха — это самый старый из постоянно отмечаемых еврейских праздников. Я рад быть на острове Патмос. И сегодня мы говорим о книге «Откровение» и о том, как Иоанн увидел здесь Иисуса Христа, и это изменило всю историю. Слово «откровение» означает «открытие» или «снятие завес». Сегодня мы говорим о том, что Иисус открылся как агнец и лев. В первой части программы мы говорили о том, что когда Иоанн увидел Иисуса, старец сказал, что он — лев из колена Иудина. Но Иоанн увидел его как закланного агнца. Мы отметили, что, во-первых, агнец живой, но на нем остались шрамы. Второй важный факт — это то, что агнец победил. Иоанн увидел Иисуса, который одержал победу, но не земными средствами. Напоминаю, что в книге «Откровение» мы видим напряжение между политикой Рима и учением Христа, между Римской империей и Царством Божиим. И в этом отрывке Иоанн показывает, что Иисус как лев одержал победу. Послание к первой церкви, которая в то время переживала ужасные гонения, заключалось в том, что Иисуса тоже гнали, и вас тоже будут гнать. Иисуса гнали, поэтому Он понимает, что вы чувствуете. Если вы будете верными, вас тоже ждет честь и слава в вечности. «Откровения» демонстрируют разницу между Римской империей и Царством Божиим, между последователями Христа и Рима. Методы Кесаря — это насилие, принуждение, оружие. А методы Агнса — это любовь, честь и духовное оружие. И Иоанн понимает, что на земле можно победить, только используя тактику Агнса. Это правда. Церковь изменила Рим не с помощью методов Рима, а силой любви, жертвенности и посвящения. Когда Стефана забили камнями, и он не пережил гонения еврейского народа, он сказал, «Отец, прости их». Рядом стоял молодой человек по имени Саввл Тарсенен. Его коснулись слова Стефана. Позже Саввл стал апостолом Павлом. Считается, что епископ Смирно Поликарп был последователем апостола Иоанна и его духовным сыном. Поликарп отдал свою жизнь за проповедь Евангелия. В день своей смерти Поликарп сказал, «В 86 лет я служил ему, и он не сделал мне никакого зла. Так как же я могу похулить моего царя и спасителя? Вы угрожаете мне огнем, который горит лишь какое-то время, а потом гаснет. Но вы не знаете об огне вечного наказания, который приготовлен для грешников». Поликарпа сожгли. Предание гласит, что он не горел, поэтому его тело проткнули копьем, и он умер. Поликарп отдал свою жизнь за свидетельство об Иисусе. «Прощаясь, он сказал, «Благословляю тебе, Отец, что посчитал меня достойным этого часа, и что в компании мучеников я могу разделить чашу Христа». Первые христиане были готовы не только умереть за Христа, но и прожить для Него всю жизнь. Важно понимать, что Иисус заступался за тех, кто переживал давление. Он заступался за детей и женщин, за прокаженных и заключенных. Он служил людям, даже когда висел на кресте. Иисус заступался за слепых, бедных, немощных, и тех, кто переживал несправедливое отношение к себе. Иисус наделял силой слабых, поднимал их и давал им силу для победы. Многие годы люди пытаются помочь тем, кто находится под давлением, но самым эффективным способом всегда был ненасильственный манифест. Мартин Лютер Кинг сказал, «Ненасилие — это могущественное оружие, которое режет, не оставляя ран, и облагораживает тех, кто владеет им. Это исцеляющий меч». Также Махатма Ганди сказал в свое время, «Око за око, и так весь мир останется слепым». Да, нам нужно заступаться за тех, кто страдает от несправедливости. Но я хочу сказать вам, что методы Иисуса идут еще дальше. Иисус не только заступался за угнетенных, но и отдал за нас свою жизнь. Методы Агнца одержали победу. Они триумфальны. Иоанн увидел Иисуса на небесах. Он был превознесен, как царь царей. Он одержал победу и открыл свиток из рук Отца Небесного, в котором говорилось о том, что будет с миром. Итак, мы узнали, что Агнец живой, и он одержал победу, но также Агнцу будут поклоняться. В книге Откровения, 5 главе, с 8 по 14 стих сказано, «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали при Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола «И животных и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь и славу и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, слава и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь». В этом отрывке говорится о поклонении. «Иисус, Агнец Божий, Он одержал победу. Он живой, и Ему поклоняются миллионы ангелов и люди Божии всех времен и народов. Все они падают и поклоняются Агнцу Божьему». А само слово «поклонение» происходит от греческого слова, которое означает «целовать, проявляя любовь, благоговение и почтение». Сегодня я призываю всех вас присоединиться к поклонению Агнцу Божьему. Он действительно лев из колена Иуды, но также он Агнец Божий. Нам нужно склонить свои сердца перед ним и почитать его, как льва и Агнца. Хочу рассказать вам еще кое-что. Когда Альберт Торвальсон, известный датский скульптор, закончил свою статую Христа, он изобразил Христа с распростертыми объятиями и склоненной головой. Он был в восторге от своей работы, потому что это была прекрасная скульптура. И он пригласил друга посмотреть на нее. Когда друг пришел и увидел Христа с распростертыми объятиями и склоненной головой, он сказал Альберту, «Я не вижу его лица». «Верно, для того, чтобы увидеть лицо Христа, тебе нужно встать на колени». Таков был ответ Альберта. Поэтому прямо сейчас склоните свое сердце, свою голову, и, может, даже встаньте на колени, осознавая, что Лев и Агнец живой и одержавший вечную победу. На одежде и на бедре его написано имя, «Царь царей и Господь господствующих». Книга Откровения. Образование осталось важным для нас даже тогда, когда мы завели семью. Онлайн-программа подходит мне, так как благодаря ей я могу учиться во время кофейного перерыва. У меня очень плотный график, и я могу учиться только в удобное для меня время. Используйте свое время с умом, продвигайте свою карьеру и выполняйте свое жизненное предназначение. Начните прямо сейчас. Заходите на сайт O.R.E.U. Сегодня мы говорили о том, что в книге Откровения Иисус открылся, как Агнец и Лев. Видение, которое Иоанн увидел здесь, на Патмосе, было поразительным. Он увидел, что Иисус был львом из колена Иуды, навсегда связанным с историей Израиля, а также Агнцем, который был заклан за грех мира. Иисус понимал, что на престоле сидит распятый и закланный Иисус. Иисус, Агнец, есть наш Христос. Он умер за ваши грехи, чтобы вам не нужно было нести за них наказание. Он был принесен в жертву, чтобы вы могли жить вечно. Для этого вам нужно покаяться в своих грехах, поверить в Иисуса Христа и в то, что Он умер на кресте за ваши грехи. Он живой Агнец, закланный еще до основания мира. Когда вы начинаете верить в Него, что-то происходит. Вы будете оправданы перед Богом. Ваши грехи будут прощены, и вы будете иметь вечную жизнь. Если вы хотите знать, как это сделать, то позвоните мне или зайдите на наш веб-сайт. Расскажите или напишите, что происходит в вашей жизни, и мы помолимся за то, чтобы вы приняли спасение, приобретенное Агнцем Божиим. Напоминаю, что Иисус еще и лев. Он может сражаться за вас и побеждать в любых ваших сражениях. Иоанн писал, что этот Агнец одержал победу. И теперь он будет царствовать над всей вселенной. Он лев Иудин. И когда он рычит на ваших врагов, победа наступает мгновенно. Если сегодня у вас проблемы, и вам нужна победа, то позвоните мне или зайдите на наш сайт прямо сейчас. Адрес указан на экране. Мы будем верить вместе с вами, что тот, кто открылся как Агнец и лев, придет вам на помощь, вмешается в ваши дела и одержит победу в вашей жизни. Я говорю спасибо вам, что смотрели нас сегодня. С вами был Билли Уилсон и программа «Мировое влияние». Для меня большая честь рассказывать вам и всему миру об Иисусе Христе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орелла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 60 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение духа по всему миру через Конгресс Эмпауэр-21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok